Сайт по факту это папка с файлами. Различают 5 видов файлов, из которых может состоять сайт. Самые главные файлы это HTML файлы, затем CSS файлы, JavaScript файлы, PHP или файлы написанные на языке Python, а конкретнее с помощью фреймворка Django. И также располагаются медиафайлы, то есть изображения, видеоматериалы и аудиофайлы. Итак, давайте по порядку. Самые главные файлы это HTML файлы. Они могут выглядеть примерно вот так. В них на языке разметки, то есть на языке гипертекста прописывается структура страницы сайта в целом. То есть в этих HTML файлах мы создаем элементы сайта. Да, просто объявляем и размещаем элементы сайта. Вот посмотрите перед вами пример мною сверстанного лендинга для мобильных телефонов и планшетов. То есть макет одностраничного сайта, который я верстал примерно 3 года назад. Давайте посмотрим на структуру файлов этого сайта. Здесь имеется файл с расширением HTML. Кстати говоря, главный файл макета, то есть главный HTML файл, обязательно должен называться index.html. Так как у нас в примере мы рассматриваем одностраничный сайт, то единственный файл разметки с расширением HTML называется index.html. Теперь посмотрим на содержание HTML файла. Давайте его откроем в редакторе Sublime Text. В том редакторе, который я просил вас установить на предыдущем уроке. Итак, открываем. Для этого заходим в раздел файл и кликаем открыть. После чего выбираем нужный файл. Посмотрите, HTML файл состоит из тегов. О них мы будем говорить подробнее на следующем уроке. Но суть заключается в следующем. Для того, чтобы объявить элемент сайта, будь то обычный параграф, изображение или просто блок, его нужно заключить в тег. Это пока все, что нужно вам знать о тегах. Кроме того, стоит отметить, что HTML страница всегда включает несколько обязательных, просто необходимых тегов, которые определяют отображение HTML страницы и выполняют дополнительные функции. Итак, вот они, эти теги. DuckType.html необходим для отнесения данного файла к типу HTML. Тег HTML также сообщает браузеру, что это HTML документ и является основным родительским тегом для всех остальных элементов. Hit обозначает заголовок и является вместилищем для всей служебной информации. Именно здесь для того, чтобы на экран в браузере у нас корректно выходил весь контент страницы, необходимо с помощью вот этого тега указать тип кодировки UTF-8. С помощью вот этих метатегов мы облегчаем работу поисковикам для отображения нашего сайта. Вот этот тег MetaName Description указывает на название сайта при отображении в поисковой выдаче. Вот этот тег MetaName Keywords, здесь мы через запятую отображаем ключевые слова, по которым хотели бы, чтобы потенциальные клиенты видели наш сайт в топе поисковой выдачи. Вот этот метатег Viewport предназначен для того, чтобы веб-страницы отображались правильно, то есть корректно на смартфонах, планшетах и других устройствах с высокой плотностью пикселей. Данный метатег предназначен в большей степени для адаптивных сайтов, но с помощью него можно улучшить представление веб-страниц, имеющих фиксированную или гибкую разметку. А так как неадаптивные сайты вообще в принципе не конкурентоспособные, то есть ваш сайт должен быть в любом случае адаптивным, поэтому применение этого метатега Viewport просто необходимо. Тег Title отображает заголовок вашего сайта во вкладке браузера. На этом область для отображения служебной информации заканчивается, что зафиксировано закрывающимся тегом Hit. Об открытии и закрытии тегов мы поговорим дальше. Далее располагается тег Body, который является вместилищем для контента сайта. Именно внутри этого тега объявляются все элементы нашей страницы. Границы области контента страницы отмечаются закрывающимся тегом Body, после которого располагается тег HTML, который нам говорит об окончании в целом HTML документа. Я вас познакомил с самыми обязательными тегами HTML страницы, которые просто необходимо размещать в любом случае на абсолютно любой HTML странице. Конечно, их не нужно каждый раз вручную заводить, достаточно просто иметь заготовку. Эту заготовку вы должны будете создать в первом нашем домашнем задании, но об этом чуть позже. Давайте посмотрим еще раз на файлы нашего лендинга. Как вы видите, у лендинга имеются и другие файлы. Тут также имеется файл CSS. CSS файл – это документ, написанный на языке стилей, то есть таблицы стилей, которые служат одной лишь единственной цели – настроить дизайн для конкретной страницы. То есть именно в этом файле мы определяем, какой фон будет иметь элемент, какой цвет, размер, тип шрифта, как будут располагаться блоки и так далее. А теперь самое интересное. Давайте посмотрим на нашу вот эту страницу. И именно давайте я вам покажу, как бы выглядел наш сайт без применения к нему CSS стилей. Посмотрите, какое же убожество. Я думаю, этот пример наглядно вам показывает, насколько важно применение CSS стилей. На самом деле умение правильного использования этих стилей – это 80% всех навыков по созданию сайта, то есть его верстки. По факту редактирование шаблона WordPress – это правильное применение ваших обновленных CSS стилей путем замены шаблонных стилей и правильное их применение к HTML файлам WordPress. То есть по факту для редактирования шаблона WordPress вам нужно знать, как находить специальные элементы сайта, которым должны применяться новые CSS стили. И как, собственно, правильно применять эти стили. Возникает вполне логичный вопрос. А как применить эти стили к HTML файлу? Давайте я вам покажу все на наглядном примере. Давайте начнем все сначала. Где-то у себя на жестком диске мы создаем папку с названием сайта. Затем вам нужно, например, находясь в Sublime Texte, создать файл с расширением HTML и назвать его index.html. Обязательно прописывайте расширение через точку после названия сайта. Теперь сохраняем данный файл в нашей папке. После чего я вставлю необходимые фундаментальные теги, о которых я рассказывал ранее. Вы это все проделаете в своем домашнем задании. А теперь мы создаем файл CSS. Хорошим тоном считается называть главный файл со стилями style.css и выбираем расширение CSS. И также сохраняем его в файлах нашего сайта. Кстати говоря, например, у многостраничника имеется несколько HTML файлов для каждой страницы. И в этом случае каждому такому HTML файлу будет соответствовать отдельный CSS файл. Например, главному файлу index.html будет соответствовать style.css. А например, файлу contact.html будет соответствовать файл contact.css. Итак, мы создали HTML и CSS файлы. Давайте откроем нашу страницу в браузере. Для этого два раза кликаем по файлу HTML. Итак, перед нами открылась пустая страница. Теперь давайте окрасим ее в красный цвет. Для этого применим стили. О применении и правилах написания стилей мы будем говорить позже. Смотрите, я прописал перекрашивание фона в красный цвет. Теперь сохраняем изменения и обновляем браузер. И посмотрите, у нас ничего не получилось. Все потому, что несмотря на то, что мы создали CSS файл, его все равно нужно подключить к HTML файлу. Это делается внутри тега hit, где мы отображали служебную информацию. Между открывающимся и закрывающимся тегом hit нам нужно вставить вот такой тег подключения CSS стилей. Здесь мы указали тип файла CSS и путь к нему с расширением CSS. Если бы наш файл лежал в папке style, то путь к нему был бы таким. Но так как он лежит у нас прямо в главном каталоге, то мы прописываем вот такой путь. Теперь сохраняем изменения во всех файлах, где мы вносили корректировку в код и обновляем браузер. Посмотрите, у нас все получилось. Также кроме HTML и CSS файлов, имеются файлы мультимедиа. Это фотографии формата JPEG или PNG, видеофайлы формата AV или аудиофайлы формата MP3. Обычно внутри каталога создается папка image, где складываются все изображения. Если есть видеоматериалы, то создается папка видео. И аналогично создается папка audio под аудиофайлы. Также в папке сайта имеются файлы с расширением JS. Они содержат код, написанный на языке JavaScript, который необходим для придания жизни сайту. Именно с помощью него создается анимация или слайдеры. Также здесь имеются файлы с расширением PHP. На языке PHP или на языке Python с помощью фреймворка в Django создается функционал сайта, то есть его движок, а именно логика сайта. Кодирование на языке PHP, Python или применение JavaScript не будет рассматриваться в рамках этого курса, ведь для изменения базовых шаблонов WordPress под ваш собственный дизайн вы будете использовать знания и навыки в технологиях HTML и CSS и производить изменения исключительно только в этих файлах. То есть давайте обобщим. Структура сайта представлена HTML файлами, которым подключаются CSS файлы по настройке внешнего вида сайта. Также подключаются файлы мультимедиа и JavaScript файлы для придания жизни сайту через настройку анимации или размещения слайдеров. А также используются в основном PHP файлы для создания логики сайта. То есть считайте, что логика на языке PHP у вас уже есть, ее не надо писать. Затем вы устанавливаете тему оформления, то есть шаблон сайта, набор HTML и CSS файлов с шаблонным дизайном. Именно изменению шаблонного дизайна по своим личным предпочтениям, то есть именно редактированию этих HTML и CSS файлов, вы научитесь в рамках данного курса. Ну а применение технологий на языке JavaScript по настройке анимации или созданию слайдеров на WordPress прекрасно представлено огромным количеством разнообразных плагинов. В сегодняшнем уроке вы должны были просто поверхностно ознакомиться с файлами сайта и в общих чертах понять, как устроен и функционирует сайт. Теперь о домашнем задании. Вам нужно создать папку с файлами сайта, где будет HTML файл и CSS файл. HTML файл должен будет содержать обязательные фундаментальные теги. Кроме того, сайт должен иметь название во вкладке браузера, должен быть установлен заголовок для выдачи в поиске и должны быть прописаны несколько ключевых слов. CSS файл должен быть подключен к HTML файлу. Также должна быть создана папка Image в папке нашего сайта. Все файлы сайта вы должны прикрепить к форме ниже. До встречи на следующем уроке.